сегодня мы с вами займемся заменой цилиндропоршневой группы цилиндропоршневая группа это самая можно сказать основная и важная деталь любой бензопилы и от ее работы зависит полностью работа всей пилы так вот сегодня я хотел бы рассказать как чего и где делать на первой нашей подопытной пиле это цыганская китайская пила у меня это штиль у вас может быть хускважна эхо неважно в общем на подделке спрям посмотрим на этой пиле как чего делать потом дальнейших видео будем рассматривать и также другие пилы сегодня наш подопытный экземпляр это вот эта пила сейчас давайте займемся замены на ней поршневой откручиваем крышку снимаем фильтр вообще перед заменой поршневой группы далее да и вообще перед каким-то большим ремонтом я советую вам взять какую-то коробочку или емкость куда вы будете складывать все запчасти потому что запчастей будет много запчасти будут мелкие можно что-нибудь потерять не заметить и в этом случае собрать уже назад инструмент не представится возможно снимать свечку снимаем верхнюю крышку на бензопил в такой конструкции как данный экземпляр я уже вам говорил это будет где мастер это будет гарант кармер пила калибри ты там и подобных их много они все выглядят вот так как это прошивая будет меняться по одному принципу так как я вам сейчас покажу и не требует разборки всей пилы мы будем заниматься только верхней частью снимаем крышку снимаем рычаг управления дросселя вот у нас в принципе открылась все и вот наша задача вот здесь мы будем с вами сейчас работать сейчас у вас поближе подведу и мы будем рассматривать уже с близкого расстояния как чего надо делать вот теперь вам все будет видно гораздо лучше ближе более лучше вы сможете все это дело рассмотреть убираем сторонку крышки вот как я уже говорил в одном из уроков данная пила и все ее аналоги собраны всего лишь одним болтиком я имею ввиду откручиваются одним болтиком этот болтик у нас h4 шестигранник h4 вот чтобы добраться до поршневой как мы видим нам придется убрать глушитель убрать карбюратор начинаем из глушителя глушитель до единственная кроме h4 вам еще понадобится на 8 гаечка потому что глушитель также имеет глядь на 8 вот откручиваем гайки снимаем защитную крышку берем наш шестигранник откручиваем снизу конечно же поршневая меняется уже в крайнем случае когда задиры очень большие когда уже пила отработала свой ресурс так открутили теперь просто на себя вынимаем глушитель болтики вот эти они просто так в бок уходят раз и второй то же самое уходит бог сюда хлоп если не уходит здесь может лежать прокладка чуть-чуть прокладку на себя и также их выводить теперь наша задача снять карбюратор карбюратор как мы помним из моего предыдущего урока держится на двух болтах тех же h4 головку откручиваем один откручиваем 2 так открутили теперь вытаскиваем его эту часть крышку в вороночку когда-то придется снять силикон поэтому снимаем шланчики и как я уже показывал вам чуть-чуть отверточкой отводим чтобы освободить от нашей вот этой вот тяги газа снимаем трубку бензопровода и убираем карбюратор отсюда может пойти бензин поэтому пережимаем если пошло и что-нибудь одеваем у вас бензина нет баки поэтому оставим ее так дальше надо снять теплоизолятор он держится на двух также h4 болтах откручиваем 1 2 болт находится изнутри вот оттуда также вставляем отвертку и его откручиваем вот у нас 2 болтик в стороночку теперь разверну к вам снимаем кольцо снимаем теплоизолятор часть вот это вот пластиковую вот и только теперь можно даже прокладку еще снять вот и только теперь снимаем сам вот этот вот крепление теплоизолятора вот она пластиковая такая деталь всю эту стороночку в принципе наша поршневая уже свободно и ничто не мешает ее открутить она также откручивается h4 но данная отвертка если они подреза потому что просто не дадут слишком узкие отверстия у меня есть такой ключик тот же самый h4 просто длинный я вставляю и откручиваю по очереди все четыре болта понятное дело что здесь сейчас я поршневая не буду я поставлю просто назад эту я показываю сам принцип как это дело сделать вот открутили на других бывает еще пилы на которых поршневая держится на звездочках то есть там не шестигранник как у меня а звездочка предварительно посмотрите что у вас там купите сходите потом уже откручиваете вот сняли мы открутили мы все болты теперь нам надо ее снять она припрессована может быть ну видите у меня легко снялась может быть снимется потяжелее просто надавить вот так раз и она отскочить болты сразу эти все освобождаю они могут у нас покатиться куда-нибудь вот она наша поршневая вот у нас поршень так вот сейчас я даже еще так чтобы вам получше показать я сниму поршень и покажу как чего делать чтобы его поставить назад чтобы вы уже понимали что предстоит делать я хоть и говорю что как бы не понадобится никакой специальный инструмент но такого не бывает все равно что то какие-то мелкие такие штуки вам могут понадобиться как примерку круглогубцы можете обойтись пассатижами там как-то подлезть но круглогубцами просто удобнее для меня это удобнее поэтому я вам показываю но на самом деле можно обойтись и без них и так новая поршневая у вас придет без колец сразу они будут просто так лежать отдельно соответственно надо показать как эти кольца одевать пальцев уже не будет вот так вот все будет даже без вот этих шайб эти шайбы должны у вас идти в комплект они кстати используют только на вот этих китайских пилах на хускваре на партнере этих шайб нет вот наш поршень рассмотрим на него он у нас чистый без всяких задиров без нагара даже очень хороший кстати поршень вот наша задача одеть на него кольца вот они кольца здесь есть специальные замки один и второй лично я беру так кольцо я не знаю может есть какая-то другая технология как их лучше одевать но я беру так кольцо большими пальцами упираюсь в края и немножко как бы растягиваю его и одеваю сразу во второй паз то есть во второй вот сюда на второе кольцо вот беру в другое также растягиваю его и одеваю на первое сильно только не тяните а то вы можете его сломать как бы многие боятся вообще колец но на самом деле они такие уж крупки чтобы так уж легко сломаться вот мы одели и теперь еще одна такая немаловажная деталь кольца замками уверен поршень замками всегда смотрит карбюратору то есть чистым вот этим вот местом он будет у нас выходить на глушитель даже если никаких тут стрелочек указателя нету вы знаете что замки смотрят на карбюратор вот перед тем как установить поршень надо посмотреть внутрь вот сюда вот в поршневую посмотреть наша подшипник игольчики которые у нас находятся на поршне и посмотреть вообще внутри все все что вы сможете увидеть то есть как бы вам поближе это показать чтобы вы поняли о чем я вообще речь веду вы должны увидеть в подшипниках вот здесь рубашку чтобы она была целая с одной и с другой стороны а а также посмотреть на шатуне вот этот игольчатый подшипник который у нас вот тут находится он должен быть целый потому что бывает что он уже имеет повреждения в этом случае надо менять полностью коленвал так теперь как мы видим у меня прокладка вот несмотря на то что здесь она другого цвета она целая осталась не порвалась у вас может конечно где-нибудь она порвется в этом случае вы можете вообще ее счистить прям ножиком счистить и посадить на специальный масло бензостойки герметик из намазала здесь герметиком аккуратненько не толстый слоем я может не буду показывать просто здесь прокладка на месте вот тонким слоем намазали и установили сейчас мы одеваем с вами porsche потому что я посмотрел тут у нас все в порядке у нас очень хороший хорошие рубашки на боковых подшипниках вообще пила неплохая вот смотрим поршень чтобы не поставить его как зря благодаря вот этим шагом конечно наша немножко работа усложняется но шаги эти поставить тяжелее одеваю сперва стопорное кольцо я всегда одеваю со стороны ручки ну может вы как уже как угодно можете с любой страны с какой вам удобней можно одевать двумя способами стопорные кольца они же видите как имеют такую как бы по центру загугулинку можно просто вкручивать его отверткой стопорное кольцо она должна вкручиваться у нас показать чтобы мы видели это все просто отвертка раз и вот она у нас крутилась можно круглогубцами его вставлять ну я уже вставил отверткой пусть она так и будет теперь вставляем пальчик со стороны где мы не вставляли стопорное кольцо с другой стороны вот вставляем палец одеваем одну шайбу шайба имеет такой как бы пас одной стороны пазом к подшипнику вот вставляем подшипник одеваем в шатун просто на видео наверно так хорошо не покажешь по возможности вот шатун одели мы смотрим чтобы наш поршень замками карбюратор уходил и теперь вставляем туда наш поршень поршень вот эту вот вторую одеваем вот сюда на на подшипник вот и наша задача теперь туда его запихать да не так уж это конечно просто сделать но но как говорится все все возможно вы то конечно будете вставлять под удобным вам углом чтобы вам было лучше видно а мне приходится как то вставлять чтобы вам видно было но по возможности сколько видно я не знаю видно не видно все вставил я поршень беру второе стопорное кольцо с этой стороны покажу круглогубцами берем его зажимаем круглогубцами и так же его туда кручиваем раз все оно у нас стоит проверяйте стопорные кольца должны становиться хорошо плотно иначе может выскочить во время работы и забрать вам вообще всю поршневую дальше встречал я несколько случаев когда поршневую не могли вставить и забивали молотком это конечно нельзя делать это неправильно вот снимайте теплоизолятор перекручивайте на новую поршневую вы же будете новую ставить это я вам просто показываю на этой видео перекрутили теплоизолятор у нас как мы помним ставится стороной к карбюратору вот и сейчас мы с вами будем устанавливать цилиндр на поршень для этого немножечко заводим поршень в цилиндр и аккуратненько поддавливая кольца туда его вставляем и он у нас там видите как все быстро когда не спешишь и ничего не бьешь еще раз сниму вот просто тут на самом цилиндре есть такой вот как конусообразный срез вот благодаря ему кольца встают легко и просто повторяем берем опять наш цилиндр поршень наживуливаем на первое кольцо и потихонечку вставили если у нас есть прокладка которая разделяет блок и цилиндр соответственно герметиком мы ничего не мажем прокладки будет достаточно если же прокладки нет мы устанавливаем герметик то есть намазан герметик прежде чем поставить поршень берем наши болтики и осуществляем сборку по тому же принципу как и разбираем закручиваем болтики я обычно закручиваю по диагонали ну на самом деле это не уже не столь важный момент вы можете закручивать по очереди от этого ничего в принципе не изменится на самом деле все просто когда хотя бы раз видел уже представляешь я у нас в мастерской в принципе обучаю ребят ну в течение не знаю там месяца они у меня уже вовсю шпарят и свободно ремонтирует любой любые поломки подтягиваем ваша задача просто понять сам принцип работы двигателя я конечно еще сниму видео именно по работе двигателя как он работает и вам уже будет легче это понять соответственно вы будете уже более подкованы в этом вопросе устанавливаем болты собираем точно так же как разбирали поставили глушитель поставили шайбу берем наши гаечки сразу сильно их не закручиваем у нас есть еще маленькие шестигранники которые придется крутить болтики наживуливаем один наживуливаем другой в принципе этот уже можно затягивать подтянули подтянули здесь мы помним гаечки у нас на 8 закрутили 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 теперь будем работать с карбюратором вот работаем с карбюратором для этого нам надо одеть вот эту пластиковую деталь сейчас к вам поверну сперва одеваем наш ланчик а потом одеваем уже непосредственно на вот этот вот резиновый наш патрубок раз готово теперь мы можем его сразу прикрутить чтобы он нас уже не отвлекал не болтался мы его сразу приворачиваем как мы помним он у нас держится на двух болтиках один и второй изнутри вот так вот закрутили здесь сразу же можем подтягивать уже хорошо так как это уже узел такой который будет у нас стоять на постоянку так теперь что мы делаем мы берем нашу прокладочку одеваем ее опять же на шланчик сперва видите теперь одеваем на резиновую патрубу вот так вот вот так вот одели теперь берем второй теплоизолятор вот этот видите да у него есть с одной стороны у него есть с одной стороны такая прорезь с другой стороны он ровный так вот мы прорезь наружу то есть прорезь это должно быть видно и туда вот так вот это дело все вставляем и так вот все у нас здесь получилось аккуратненько теплоизолятор резиновое кольцо все встало теперь мы вставляем металлическое вот это кольцо оно у нас должно встать туда прямо и держаться вот видите как все получилось теперь берем карбюратор и устанавливаем карбюратор крышку одеваем сразу на болты вот так вот чтобы болты немного торчали и наша задача теперь одеть карбюратор вот на эту вот тягу нашего газа вот эту вот вторую заслоночку мы на него одеваем одеваем можно отверточкой чуть-чуть поддержать все одели и теперь болты эти до конца туда засовываем берем нашу отверточку и затягиваем карбюратор необходимо затягивать хорошо потому что если где-то будет подкачивать воздух карбюратор будет работать неправильно соответственно пила будет работать неправильно или вообще не будет работать подтягиваем у вас скорее всего вот эта часть будет металлическая это вот на этой пиле почему-то она пластиковая в основном они металлические эти части вот подтянули теперь одеваем шланчики первый шланчик как мы помним у нас идет на вот он сверху на подкачку топливо он работает второй шланчик у нас идет непосредственно топливный шланг который нам бензин подает вот мы его одеваем так что мы делаем теперь обычно я надеваю только вот это вот заслон управления дросселя ну то есть подсос скажем так вкручиваю свечку накидываю бронепровод и иду проверять чтобы выяснить правильно я все установил работает не работает может быть надо провести регулировку карбюратора но отсюда все проще потому что без вот этих вот крышек у нас все хорошо видно легко поддаются все настройки работать конечно же в таком виде нельзя в открытом вот но к примеру мы сходили все проверили у нас все работает теперь мы конечно одеваем крышку для этого мы ставим резиновую эту штуку уплотнитель резиновый одеваем крышку сейчас мы провод сперва поправляем вот так теперь одеваем крышку и прикручиваем ее вот так прикручиваем ее по-быстренькому так 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 и вот так вот теперь берем свечку закручиваем свечку подтягиваем свечку надеваем защиту надеваем бронепровод фильтр обязательно воздушный и надеваем крышку закручиваем крышку все теперь наша пива готова к работе Как видите, буквально за полчаса вы вполне сами, самостоятельно можете поменять у себя дома поршневую на данной модели пилы Без каких-то либо спецсредств И вам понадобится единственный ключик на 4, свечной ключ Ну, кому-то может понадобиться круглобурцы и тяжело там что-то подвесить В принципе, больше ничего не надо Теперь наша пила готова к работе И мы смело можем заниматься заготовкой дров